Вы смотрите новость из седьмого канала и мы продолжаем выпуск. Кольцевой водопровод длиной 11,5 километров почти достроили в Минусинске. Он позволит доставлять людям качественную питьевую воду, как в новые микрорайоны, так и в историческую часть города. Сейчас там нет централизованного водоснабжения, жители пользуются привозной водой, колонками или бурят скважины. Подробности расскажет Евгений Черных. Рабочую роют траншею под последние 30 метров кольцевого водопровода. Общая протяженность рекордно 11,5 километров. Его строительство началось в прошлом году. Работы шли даже зимой. Завершить проект и сдать его в эксплуатацию подрядчик должен до 1 сентября. Работы выполняют по федеральному проекту «Чистая вода» нас проекта «Жилье и городская среда». На эти цели из бюджета всех уровней выделено 168,3 миллиона рублей. У нас большинство частного сектора сидит на водоснабжении от скважин. Вода не очень качественная, поэтому прокладка кольцевого водопровода, последующие работы по проектированию и строительству межквартальных сетей – это очень важно. Больше 20 тысяч потребителей у нас переходит на качественную воду и, соответственно, безопасную воду. Такую воду получат жители большей части частного сектора города, как в новых микрорайонах Минусинска, так и в его исторической части. Министр промышленности и энергетики ЖКХ Красноярского края Александр Ананев проинспектировал объект, пообщался с главой Минусинска и подрядчиками. Проект выполнен практически на 90%. Впереди пусконаладочная работа и финальная сдача объекта. Данный проект или этап снабжения граждан города Минусинска чистой водой, он, соответственно, вот этот этап завершается. Как раз здесь, на этом месте, происходят последние метры прокладки водопровода. Понятно, что впереди предстоит еще большая работа. Нужно делать внутриквартальные сети, нужно подключать потребителей с тем, чтобы вода граждан Минусинска пошла непосредственно в дома. Отметим, в этом году на территории края в рамках нас проекта «Жилье и городская среда» модернизируют и построят 8 объектов водоснабжения. Продолжится строительство водопровода в Минусинске, станции водоочистки в Бордино и водозаборные скважины в поселке Мингуль Сухобуземского района. Кроме этого, начали строительство новых объектов водопроводов в Лисосибирске и Емельяновском районе, а также водозаборных сооружений в селе Овсянка, поселке Преображенский Назаровского района и поселке Толстый мыс Новоселовского района. По итогам реализации федерального проекта в этом году качественной питьевой водой будет обеспечено 17 тысяч человек. За весь срок реализации нас проекта до 2024 года – 125 тысяч человек.